приветствуем вас друзья на канале даниила и лариса наверно те кто делает больше одной палки колбасы давно сталкивались с обожженными веревкой руками при завязке с проблемами самой завязки ну допустим я так и не освоил колбасные узлы и вяжу колбасу обычными узлами для меня узлы вообще хоть я и увлекаюсь альпинизмом там горными походами постоянно связан с веревкой но узлы для меня это высшая математика прошу прощения и конечно у меня возник вопрос покупки клипсатора я изучил рынок и первое что первое что как бы мне понравилось такой вот полуавтоматический клипсатор я начал искать его обзоры обзоров не нашел но в интернет-магазинах которые занимаются товарами для производства колбасы эта штука продается как клипсатор для колбасы стоит она 800 гривен около 30 долларов в комплекте идет 600 скоб вообще вся приблуда китайская в чем прикол вот здесь вот в обойму заряжается вот такой вот как бы пакет из скобы и есть пружина которая при клипсировании первого кольца она подводит она подводит следующее кольцо и как бы этот процесс происходит автоматически то есть одно колечко заклипсировал следующая подведена вроде бы все классно купил я этот клипсатор как я уже сказал обзора не нашел начали мы с ларисой пробовать и оказалось что этой штукой невозможно заклипсировать колбасу то есть затянуть нормально невозможно дело в том что когда мы работаем с батоном час лариса мне поассистирует колбасу надо подкрутить и теперь эту штуку сюда завести из-за того что ну вот здесь хвостик не знаю как показатель завести его закрутить и завести его сюда нереально если даже как-то умудряешься заводить то при малейшем нажатии эта штука рвет оболочку чуть позже я нашел таки обзор этой приблуды оказалось что это вовсе не клипсатор для колбасы а это клипсатор для сбора металлических сеток и действительно я попробовал два металлических прута ну даже если взять там вообще любую любую фигню которую не страшно порвать сюда заводишь и она идеально клипсируется этой клипсой но оболочку она рвет и хорошенько подкрутить оболочку и завести сюда нельзя такой у меня был первый неудачный опыт от чего я просто вас предостерегаю потому что действительно обзора в интернете нигде на ютюбе я обзора такого клипсатора как для применения для колбас не нашел после этого я решился на второе испытание клипсатор полностью ручной польской фирмы бровин но понятно что поляки эту штуку только упаковывают производится она естественно в китае ну или я так думаю мы идем короче там написано какая-то фигня но явно не в чем суть скобы которые также поставляются а стоит это 480 гривен до 250 а 250 гривен стоит чуть меньше 10 долларов значит эта штука но идет с ней только четыре полоски скобы по моему то есть на скобу вообще скоба для клипсатора что для этого что для этого совершенно одинаковая оцинкованная скоба и купить ее в интернете совершенно нет никаких проблем стоит она копейки скоб скобу надо разделять и вот таким вот образом вручную если не выстреливает это скоба то зажимать вот так вот она зажимает и клипсирует колбасу к этой штуке надо тоже приноровиться и в любом случае давай попробуем покажем в любом случае если вы привыкли завязывать колбасу колбасным узлом и делаете это самостоятельно то с этой штука я не знаю как быть самостоятельно то есть лариса подтягивает формирует хвостик я я вот у меня опять неудача почему-то вторая скоба уже какая-то странная выскакивает формируется хвостик заводится сюда скоба и зажимается причем приходится смотреть чтобы оболочка не попала под скобу потому что как только оболочка попадает под скобу скоба и сразу же прорезают по времени получается ну конечно немножко быстрее чем вязать веревки при определенных навыках ночью рамы 20 к палочек заклипсировали достаточно быстро с веревками был возились бы значительно больше но самое главное что целые руки потому что у меня после 20 палок заклипсированные колбасы 20 батонов руки были обожжены реально от веревки после затяжки и вот мы получаем такие аккуратненькие клипсы и можем отправлять колбаску на созревание но в данном случае на осадку она пойдет есть еще конечно полностью автоматические клипсаторы но там цена стартует от 800 евро поэтому естественно для кого крафтового приготовления колбас это совершенно не актуально друзья цель этого видео первую очередь предостеречь вас от траты денег от покупки вот такой вот приблудой на вид вроде все хорошо вроде работает даже когда его получил на почте я сразу же ставил скобу о какой класс как как зажимает все но сделать это нереально или я просто не знаю как ну и как бы кто хочет уйти от веревок вот можно купить такой зажим совершенно простой ломаться тут нечему мега надежный скоба стоит копейки и нормально он зажимает с клипсы конечно к нему надо приноровиться в интернете их полно практически на любом сайте который продает товары для крафтового приготовления колбас или просто набираете там в любом поисковике клипсатор польской фирмы бровин и находите его находите его в интернете когда вам надо купить скобу вот такая вот пачка скобы 600 штук стоит 5 долларов или 120 гривен я набирал в интернете купить скобу для клипсатора для сетки сразу же эта скоба появляется то есть она есть и также она есть строительных магазинах на строительных рынках ну вот такой вот короткий обзорчик надеюсь друзья что это коротенькое видео поможет вам определиться с выбором клипсатора и было вам полезно ставьте лайки подписывайтесь а мы делаем для вас колбасы всего доброго пока